Строительство поликлиники номер 9 на сортировке идет даже с опережением графика. По крайней мере, в этом уверяют чиновники. С проверкой на стройку приехал глава администрации. Здание поликлиники будет представлять из себя трехэтажную пристройку к жилому дому. У будущей здравницы уже есть фундамент и даже кое-где стены первого этажа. Я помню, буквально два года назад на этом месте вообще была сплошная помойка. Сами жители мусор выбрасывали. Сегодня, слава богу, вы видите, что здесь и торговый центр есть, и самое главное поликлиника, и жилой дом будет. В поликлинике будет 9 участков. Для того, чтобы соответствовать требованиям безбарьерной среды, в здании будут установлены специальные лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Жители сортировки тоже присоединились к проверке. Они давно ждут собственную поликлинику. Ездим лечиться в 4-ю горбольницу. Это очень неудобно. Никакого транспорта туда нет. Вот я сегодня ездила к офтальмологу. Я вынуждена была и туда ехать на такси, и оттуда ехать на такси. Но не каждый может себе это позволить. Сами понимаете. Затем, если идти пешком, допустим, доехать до Сарментовой, и перейти нужно две улицы. Там нет ни переходов, там нет ни светофоров. Ну, в общем, очень неудобно. Глава администрации обещает, что основные строительные работы будут закончены в этом году. В эксплуатацию поликлиника будет введена в 2014-м. Вот только в каком квартале зависит от регионального департамента здравоохранения. Обеспечение новой лечебницы кадрами и оборудованием – компетенция областных чиновников. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.